Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Ким Вичан и Рене Маборн с книгой «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков». Следует отметить, что это уже второе дополненное издание международного бестселлера. Первое увидело свет в 2005 году и после этого было немножечко переработано. И вот сейчас оно продается в таком виде с дополнением про то, как найти или создать рынок, свободный от других игроков. Ким Вичан, он считается основным автором этой книги, профессор, руководитель кафедры стратегического менеджмента в бизнес-школе «Инсайт» во Франции. Достаточно солидный, умный дядька, советник Европейского союза, советник Малазийского парламента, член мировых экономических форумов в Дабосе. И, кстати, считается одним из пяти лучших мыслителей мира. Помогала ему в написании этой книги Ренема Борн, тоже профессор. В общем, следует отметить, что на обложке написано, что куплено более 3,5 миллионов экземпляров. Но я нашел данные о том, что по состоянию на 2018 год было продано уже больше 4 миллионов экземпляров. И эта книга была переведена на 44 языка. Специалисты говорят о том, что идеи этого произведения оказали колоссальное влияние на формирование бизнес-стратегий десятков, сотен, тысяч различных предприятий и бизнесов по всему миру. Вместе со стратегией Голубого океана, наконец-то, вы можете услышать снова вот такой мой любимый звук. Если вы смотрите или слушаете этот подкаст впервые, то наверняка не знаете, что вместе с книгами чаще всего я дегустирую какое-нибудь хорошее вкусное вино. Несколько выпусков назад я обещал, что больше белого вина в этом сезоне не будет. Ну, потому что осень, и потому что пора бы уже переходить на танины и красное терпкое, но погода внесла свои коррективы. У нас очень тепло, середина, вот сегодня уже 8 ноября, плюс 20, плюс 18 за окном. А это значит, что белому вину еще немножечко быть. Тем более, что это последняя бутылочка из чудесной молдавской крафтовой винодельни Этцетера, которую управляют два брата, у которых есть своя очень интересная семейная легенда, и которые помимо того, что смогли объединить в купаж Шардоне, Савиньон и Пенеблан, это три сорта винограда, которые присущи в основном французским винам, они еще, по моему мнению, как раз не смогли стать представителями того самого Голубого океана и компании, которая находится в этом Голубом океане. Поэтому и вино вкусное, и книга хорошая. Единственное, чего не хватает, это малознакомого женского смеха для того, чтобы быть абсолютно счастливым человеком. Что такое Голубой океан? Вообще книгу, которую пишет человек, входящий в пятерку лучших мыслителей мира, ее можно либо описать за две минуты, либо все равно вам придется ее читать, и никакие 10 фактов не помогут вам понять, о чем же там на самом деле во всех слоях и во всех этих глубинах шла речь в описании этой книги. Так вот, если вы захотите понять смысл Голубого океана за две минуты, это просто новый рынок. Голубой от красного отличается тем, что в Красном океане большое количество рыбы, и она как бы атакуя друг друга, большое количество хищников, атакуя друг друга, наносит увечья, и из-за этого вода окрашивается валый или красный цвет. А в Голубом океане он чистый, в нем еще нет никаких хищников, то есть ваших коллег, конкурентов и других игроков, именно поэтому он называется Голубым. И Голубой океан это и есть новый рынок с низким или несущественным спросом и практически отсутствующей конкуренцией. Если вам не нравится каждый день бороться за свое существование, постоянно бодаться с вашими конкурентами и коллегами, то вам наверняка хотелось бы переместиться из Красного океана, в котором вы сейчас или находитесь, или планируете находиться, в тот самый Голубой океан. И вот Вичанг нам попытается в нескольких фактах рассказать о том, как сделать это максимально быстро, удобно и комфортно для вашего бизнеса. Нужно сказать, что одним из самых ярких представителей компании Голубого океана, про которую наверняка слышал каждый из вас, является цирк Дюссалей. Это вот тот пример, когда цирковое искусство было, фокус в цирковом искусстве был смещен с всем привычных дрессировщиков, каких-то там клоунов и вот того, что мы обычно видим в цирке, на акробатов. То есть вы знаете, что цирк Дюссалей, он, во-первых, выступает без животных, во-вторых, у него очень такая четкая ориентация на силовые, акробатические виды спорта внутри цирка, и они на этом, в общем-то, строят свое шоу. И в свое время компания выбрала вот это самое новое направление, направление циркового искусства, с целью захватить свободный сегмент аудитории, и сама создала на него спрос. То есть никто до этого не думал, что люди могут ходить смотреть на акробатов в цирк. Создатели циркового шоу выбрали способ преуспеть там, где нет конкурентов, и это привело их к успеху. Как они это сделали? Ну, во-первых, у вас должен быть какой-то ответ на вопрос, нужно ли отличаться, должен давать какой-то важный стратегический шаг. Под стратегическим шагом авторы этой книги имеют в виду совокупность решений, принятых управленческим аппаратом с целью разработки нового рынка. Те фирмы, которые плавают в Красном океане, они, как правило, действуют традиционными методами, как и все остальные в нише. У них есть разработка там, у них есть маркетинговый бюджет, у них есть клиентская база. Вот на стыке этих трех вещей, собственно, создается продукт, который пользуется спросом и приносит деньги. Завоеватели же голубых океанов, они всегда поступают иначе. Стратегия, инновация ценности, это название стратегии, она подразумевает, что вы будете прикладывать одинаковые усилия как к разработке новой продукции, так и к ее ценностям. Это позволит вам экономить бюджеты на продвижение, поскольку вам не нужно будет отстраиваться от конкурентов, вы будете на таком рынке один и, в общем-то, все сливки снимете первыми. Но для того, чтобы попасть на этот рынок, на рынок голубого океана, вам нужно выйти из текущего и нужно преодолеть те самые границы рынка. Чан Ким и Рене Моборн говорят о том, что существует шесть основных шагов или методов создания голубого океана вокруг вашей компании. Во-первых, вы должны изучить альтернативные сферы деятельности. То есть понятно, что вы занимаетесь, например, производством вина, очень вкусного и хорошего, но, возможно, альтернативные сферы деятельности могут быть гостевые дома вокруг ваших виноградников, в которые будут приезжать люди и отлично проводить там время. Может быть, возле виноградников вы можете посадить лавандовые поля и вместе с виноградом уже делать какое-то там лавандовое масло, и все это отлично будет продаваться вместе с едой на вашей кухне и так дальше, дальше, дальше. В общем, альтернативные сферы деятельности, которые не мешают вашему основному виду бизнеса и меняют фокус текущий. Также вторым шагом вы должны выявить ключевые направления этой ниши, в которую вы хотите зайти. То есть вы не можете и не должны хвататься за все подряд и сразу, а должны выявить какие-то отдельные ключевые направления. Проведите анализ покупательской цепочки, как принимается решение о покупке в той нише, в которой вы находитесь, и что можно в ней изменить. Делайте упор на сопутствующие услуги и оценивайте эмоциональную и функциональную составляющую товара. Это один из самых важных шагов, мне кажется, пятый, потому что оценка функциональной составляющей товара отвечает за то, насколько быстро ваш потенциальный клиент преодолеет барьер у принятия решения о покупке, а эмоциональная составляющая товара будет отвечать на вопрос, совершит ли этот клиент повторную покупку и даст ли он вам возможность закрепиться на рынке, и развиваться. Ну и шестым пунктом авторы определяют такой достаточно философский взгляд в будущее, о том, что вы создаете это все сегодня, но, как эта поговорка называется, действовать, мыслить глобально, действовать локально. Вот вы сегодня выполняете пять шагов, но при этом смотрите в будущее и ждете, что вас там будет ждать. Голубой океан это ксерокс в тот момент, когда он прошел все эти шесть шагов и принял решение о том, что копиры должны быть не только для крупных корпораций, но и для маленьких бизнесов и вообще должны стоять у вас дома в тот момент, когда вы захотите сделать ксерокопию. Это Apple, когда он создал свой iTunes и увидел, что неимоверный спрос на вот этот вот цифровой обмен музыкой и, в общем-то, сопутствующими аппликахами, и в момент, когда он создал iPhone, он создал целую экосистему голубых океанов, связанных с приложениями, с музыкой. И эта компания NetJet, по-моему, она называется, возможно, вы про нее не слышали, это Uber в сфере авиаперевозок. То есть, если вам нужно, вы представитель какого-то достаточно серьезного бизнеса и привыкли летать с комфортом на бизнес-джетах, но при этом еще не хотите там покупать свой самолет или не хотите эти затраты включать в затраты компании, вы можете вот заказать себе Uber в виде самолета. И это тоже на момент создания этой компании, это был такой себе голубой океан. Как только вы прошли все эти шесть шагов, вы должны перейти от вот разрозненных цифр к общей картинке. Подход к стратегическому планированию способен, по мнению писателей, уменьшить риски и раскрыть творческий потенциал как людей, находящихся внутри компании, так и творческий потенциал вашего продукта. Вот та самая стратегическая канва, которая в момент перехода цифр к общей картине, мы о ней сейчас еще поговорим, она заключается в визуальном стимулировании, изучении, обсуждении возможных планов действий. В тот момент, когда вы принимаете решение выйти за пределы имеющегося спроса, вы должны ответить себе на один основополагающий нюанс, который заключается, в общем-то, и в завоевании этого голубого океана. Это поиск новых покупателей. Их еще в книге называют пока для вас не покупателями. Ну, то есть, понятно же, что в тот момент, когда вы создаете какой-то абсолютно новый спрос или новый продукт, то люди еще не знают, что этот продукт или эта услуга им нужны. Ну, иными словами, если вы продаете там условное белое или красное вино, то очевидно, что спрос на эти вина, он формировался столетиями. А если вы придумали первое в мире там условно зеленое вино или оранжевое вино, то нужно будет еще потратить немало сил для того, чтобы объяснить вот вашим пока еще не покупателям, зачем им это нужно. И для этого нужно преодолеть вот те самые две традиционно используемые в бизнесе стратегии. Первая – это ориентация на существующую клиентскую базу. То есть, бизнес всегда старается допродавать уже существующей клиентской базе и работать с ней для того, чтобы зарабатывать максимальное количество денег. А второе – это выявить отличие потребностей потребителей. То есть, вот то самое там оранжевое или зеленое вино, оно может быть чудесным образом визуализировано у вас в голове и отстроено, но при этом никому не нужно, потому что нет такой потребности. Это выявление отличий потребностей потребителей для Голубого океана идеально укладывается в стратегию фокус-групп, проведение интервьюирования. И, кстати, очень рекомендую вам почитать книгу «Спроси у мамы» или послушать ее краткое содержание. Там вот как раз разговор идет о том, как выявлять и работать, в общем, эффективно с потребностями потребителей, которые еще не сформированы до конца. Кроме «Спроси у мамы» можно отметить, что вот если тезисы текущего слайда совместить с тезисами из книги «Микротренды», одними из тезисов про то, что нужно создавать узкие нишевые продукты, полностью решающие проблемы какой-то одной четко обозначенной целевой аудитории, то получится, что вам нужно найти ваших текущих не клиентов, посмотреть, какая их боль решается текущими игроками на рынке, но решается не в полной мере, и придумать альтернативный способ решения. Или, может быть, не решается вовсе, а вы это заметили, тогда вам нужна фокус-группа, подтвердить, что такая потребность существует и просто ее удовлетворить. Вы должны быть готовы к переменам. Особенно, если у вас уже есть сформированный какой-то бизнес, есть сформированный пул клиентов, то так просто перескочить в голубой океан будет не так просто. Прошу простить за эту тавтологию, но реально это сделать, наверное, легче к стартапу или компании, которая только начинает свой путь. Потому что у вас всегда будут сопротивления инновациям, всегда будут сопротивления переменам, и вообще зачем трогать то, что и так работает. Если уже есть существующий пул клиентов, который приносит какие-то деньги, да, сложно, да, конкуренция растет, да, средний чек падает, да, бюджеты на маркетинг растут, но пока же работает, поэтому давайте делать. Поэтому готовность к переменам, она должна быть заложена на уровне ДНК в вашей фирме. Важно убедить сотрудников в необходимости изменений. И вот владельцы компании, если вы являетесь владельцем, это идеальная ситуация, чтобы вы понимали, что понадобятся ресурсы для выполнения поставленной задачи. А если вы являетесь наемным работником высшего звена, и на вас легла эта ответственность по трансформации компании из Красного океана в Голубой, то вы должны дать владельцу понять, что это не происходит в один день, и это не происходит без дополнительного ресурса. Поэтому все лица, от которых зависят ключевые моменты реализации, они должны быть максимально мотивированы. Это может быть мотивация высших порядков, может быть мотивация денежная и так далее. Последнее препятствие заключается, по мнению авторов, в той самой политической ситуации. То есть вам нужно обращать внимание обязательно еще и на макро всякие вещи, отношение чиновников к отрасли, в каком состоянии она находится на вашем конкретном рынке, как она развивается, зарегулирована она или нет. То есть переход из Красного в Голубой океан может быть сопровожден еще рядом макрофакторов, которые вы, ну или не учли на этапе перехода. Они лежат за пределами вашей компании, за пределами компетенции, которые вы закрываете в рамках компании, но так или иначе вы с ними столкнетесь. Когда будете сталкиваться, вам нужно помнить о существовании модели четырех действий. Эти четыре действия нужны для того, чтобы вы нашли и преодолели слабые стороны отрасли, задавая себе четыре вопроса. Все четыре вынесены на этот слайд, можете их себе сразу записывать куда-нибудь в отдельный букнот или блокнот, с которым вы работаете. Значит, первый вопрос, какие факторы и ценности не важны для потребителя, то есть чем вы можете пожертвовать и что является там условной шелухой, которую нужно откинуть. Второе, на какие моменты нужно сделать упор, это либо ваше видение, либо опрос фокус-группы вашей целевой аудитории, и она вам сама подскажет, что именно ей важно, от чего вы можете отказаться на текущем этапе, и от чего вы можете отказываться на разных этапах внедрения нового товара или услуги. Ну и что нового вы можете предложить с той точки зрения, как это новое воспримет ваша целевая аудитория. То есть предлагая зеленое вино, вы предлагаете на самом деле не его необычный цвет, а какие-то там яркие вкусовые качества, которые не может дать белое или красное. Или наоборот, по вкусовым качествам оно совершеннейшим образом не превосходит красное и белое, но при этом для инстаграма зеленое вино будет гораздо более органично смотреться, чем любые другие, и поэтому станет очень быстро модным. Поэтому вот ответ на вопрос, что нового можно предложить, да и вообще с помощью ответа на все четыре вопроса можно определить способы проникновения на потенциально перспективный рынок, а также усвоить одну очень важную вещь, о том, что потребности клиентов меняются, и поэтому у вас всегда есть варианты увеличения ценности продукта, у вас всегда есть варианты смещения фокуса на продукте, а значит всегда есть вариант перехода из красного океана в голубой, вопрос только в том, как быстро он произойдет, и сколько усилий вам для этого потребуется. Авторы книги рекомендуют всем сотрудникам в организации в момент, когда решение о переходе, вернее поиске решения о переходе в голубой океан принято, заполнять таблицу, в которой указывать все текущие отличия от конкурентов, набор спецификаций, которые касаются вашего товара или услуги, в общем, полностью описывать каждому сотруднику, что происходит внутри компании с товаром и услугой, и какими они видят конкурентов ближайших. После заполнения и агрегации таких таблиц станет понятно, что, ну, во-первых, станет понятно, какие решения принимаются менеджерами других компаний, и если очень по-простому, вам нужно будет действовать иначе, то есть, если все красят упаковку в белый цвет, красьте в черный, если все делают сладкое, делайте полусухое. В общем, после заполнения таблицы с помощью метода решетки, вы поймете, что существуют какие-то факторы, которые объединяют всех людей, вот они будут о них упоминать, и значит, что эти факторы нельзя игнорировать в этой конкретной сфере, необходимо оценить, действительно ли они оправдывают себя, действительно ли они имеют место быть на рынке, и уже действовать, отстраиваясь, в общем-то, от полученных данных. Следует отметить, что решетка работает только в тот момент, когда вовлечены все участники команды, для того, чтобы вы не получили однобокие или какие-то необъективные данные. Ну, то есть, если вы опросили только какой-то один отдел, занимающийся продажами, то вы получите картину мира, продажников. А если вы опросите абсолютно все отделы, сервисные, продажные, производственные, то вы на стыке получите какую-то общую, общую понятную картину, с помощью которой можно будет дальше действовать. Стратегия, которую вы будете выстраивать по результатам вот этого самого опроса, она должна отвечать трём основным критериям. Во-первых, наличие приоритетов, вы опираетесь на ограниченный набор факторов конкуренции и не вкладываете средства в развитие направлений, не связанных с приоритетом. Второе, это отклонение от стандарта, это вот тот самый разворот на 180 градусов по отношению ко всем остальным участникам рынка. Рассматривайте альтернативные варианты, а не принятые в отрасли подходы. И чёткость, и доходчивость. Хорошая стратегия, она должна быть описана одним ёмким лозунгом, понятно всем. Классная черта голубого океана заключается в том, что вам не нужно больше демпинговать, не нужно в ценовом коридоре ужиматься в минимальную сторону, запускать постоянные акции, всё время конкурировать ценой и смотреть на то с ужасом, что сегодня делают ваши коллеги-конкуренты, снижают ли они цену, понижают ли они себестоимость товара или постоянно запускают какие-то акции, потому что вас это заставляет делать высокая конкуренция. Если конкуренции нет, и вы действуете экстраординарно и находитесь в голубом океане, методы продвижения сложно скопировать, а значит вы можете предлагать высокую стоимость, всё равно никто не повторит эту историю. Ну и конечно же вовлекайте сотрудников. Это красной нитью, проходящая через абсолютное большинство книг бизнес-направленности, мысль о том, что все сотрудники, один этот человек, стоящий у вас там за прилавком, или 10 тысяч, они должны быть вовлечены. Чем больше вовлечены, тем больше синергия, и тем быстрее вы дойдёте до конечной цели. Реализация любого плана заключается в пошаговом выполнении пунктов всеми участниками. Поэтому, чтобы, как в армии, ваши все работники шли с одинаковым темпом, компетентно, правильно и красиво, они должны быть заранее осведомлены и, главное, заинтересованы в достижении основной цели. Предоставьте рядовым сотрудникам возможность участвовать в принятии стратегических решений, и вы увидите, как это круто влияет на результаты. В общем, вам в тот момент, когда вы примете решение переходить в голубой океан, кроме прохождения шагов, кроме основных каких-то этапов, нужно будет ответить на три вопроса. Вот можете их на бумаге себе записать и начать потихоньку на них отвечать. Первое, это какими будут отличительные черты вашей эффективной стратегии, начиная от проработки товара-услуги, процесса перехода в голубой океан и всего-всего-всего остального, заканчивая целевой аудиторией, портретом и ее реальными потребностями. Второй вопрос, это где найти ресурсы на этот переход? Из чего вы будете их брать? И третий, кто ваши не клиенты? То есть, другим способом, вернее, другими словами, где вам искать клиентов? Потому что голубой океан подразумевает, что товара не существует, рынка еще нет, и вам придется немножечко объяснить людям, почему вдруг им нужно покупать то самое зеленое или оранжевое вино. Три задачи из книги. Если вы слушаете подкаст первый раз, то вы не знаете, что все эти 10 фактов, которые мы собрали в презентацию, они с самого начала, в момент прочтения книги, были записаны в букнот. Букнот это такой блокнот для осознанного чтения, который позволяет, с одной стороны, если вот вы посмотрите на третью фотографию справа, с одной стороны, он позволяет структурировать мысли, выписывать факты и формировать на основе этих фактов три основные задачи из книги, а с другой стороны, внизу каждой страницы есть уникальные советы по скорочтению. Уникальные в том смысле, что на 100 страницах этого блокнота они все разные. То есть, вы получите 100 разных советов, как читать чуточку быстрее. Неплохой инструмент с той точки зрения, что после каждой книги вы получаете не просто набор фактажа, а еще какие-то три основные задачи, которые вам нужно пойти внедрить любой ценой, и тем образом вы повышаете в разы практическую ценность прочитанной книги. Я выписал себе три основные задачи. Это первое, осмыслить необходимость создания в уже существующем бизнесе. Сначала Голубого озера, это мое такое персональное название, а потом Речки Голубой, потому что я не верю в то, что можно создать сразу Голубой океан, минуя эти промежуточные этапы. То есть, вам нужно ведерком наносить водички в небольшую яму и посмотреть, как там все происходит, а потом ее расширять. Так вот, это нужно сделать с тем, чтобы постепенно привлекать к этому направлению всех сотрудников и наполнять вот эту самую яму чистой водой, делая из нее Голубое озеро, а потом Голубую реку, море и, дай бог, океан. Вторая задача, это отказаться от гигантомании и идеи создавать товар, подходящий сразу всем. Найти свою небольшую нишу, микронишу, четко ее измерить и составить профиль потребителя этой микрониши. Дальше провести фокус-группу, благо в онлайне сейчас есть огромное количество инструментов, которые позволяют это сделать и смотреть, как двигаться дальше. Ну и третья задача, каждый день помнить, что сопротивление изменениям это нормальная первая реакция внутри компании и процесс трансформации из Красного океана в Голубой, это в первую очередь ежедневные проверки на прочность идеи о том, что инновация в долгосрочной перспективе победит стандартные подходы и ценовой демпинг. Все вокруг будут говорить, что ничего не получится. В этом и есть их основная задача, а ваша основная задача кушать слона по кусочкам и медленно, но верно передвигаться из Красного океана в Голубой. Вот так вот быстро пролетели 10 фактов, 3 задачи из книги «Стратегия Голубого океана» Кима Вичана и Рене Мобор. Надеюсь, что было полезно и немножечко интересно. Давайте дружить. Проект читайбыстробуквы.инфо Вы сейчас на канале. Самое время нажать колокольчик, поднять палец вверх, написать комментарий, с кем-нибудь поругаться в комментариях, ответить на комментарии и подписаться на колокольчик еще раз. Все то, зачем вы обычно приходите на YouTube-канал. Если вы захотите проверить скорость вашего чтения и понять, какая у вас нулевая точка, от чего нужно дальше стартовать и стоит ли вам развивать беглое чтение, то мы придумали такую штуку буква.инфо.рапид. Это, в общем-то, тренажер для проверки скорости и осознанности чтения. Вы там читаете, отвечаете на вопросы, компьютер это все замеряет и говорит вам в конце, какая у вас реальная скорость чтения, какой коэффициент осмысленности и выдает вам сертификат с этими цифрами. Захотите еще чуточку больше книг послушать в формате 10 фактов 3 задачи, то приходите на сайт буква.инфо.слышблог. Мы там выкладываем всякие разные статьи про скорочтение, обзоры книг, в том числе размышляем о блокноте для осознанного чтения, который называем букнотом, и о рабочих тетрадях. Что это такое, вы тоже узнаете, если придете. Буква.инфо.инфо.инстаграм. Там мы иногда выкладываем материалы с записи свежих обзоров и разыгрываем всякие книжечки, букноты, в общем, тоже подписывайтесь. Со временем, надеюсь, там будет еще интереснее, чем сейчас. Спасибо, что были сегодня с нами. Надеюсь, через неделю какая-нибудь снова интересная книга и вкусное вино. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.